Деньги и песец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева. Ну что же, друзья мои, сегодня у нас с вами есть повод для разговора. 29 июня – это 50 лет со дня так называемого мятежа танкистов, мятежа танкетоса в Чили. На самом деле сейчас у нас все будут говорить о том, что было и произошло не так давно. Я поговорю о том, что произошло совсем давно. 50 лет назад. 50 лет назад случилась такая история. Командир 2-го полка чилийской армии, я подчеркиваю, я говорю про чилийскую армию, такой был Роберто Супер, узнал о том, что его хотят снять с должности. И, как я уже говорю, 29 июня 1973 года, утром он вывел свой полк на улице Сантьяго и отправил танки и бронемашины к президентскому дворцу Ломанеда и к Министерству обороны. А танкисты быстро окружили оба здания и Супер показал открыть огонь по верхним этажам. И вот тут началось самое интересное. Дело в том, что армия, а чилийская армия – это такой отдельный в Чили очень важный институт, так сложилось исторически, чилийские офицеры и генералы – это такая важная часть чилийского общества. И армия не поддержала. Армия не поддержала, никто не пришел на помощь этому Роберто Суперу. И командующий сухопутными войсками, командующий армией генерал Братц и его заместитель генерал Аугусто Пиночет выступили с резким осуждением попытки переворота. В результате переговоров полковник Супер вместе со своими офицерами, организаторами мятежа, он был арестован. Арестован, сдался и капитулировал. Президент Альянда вынес самую большую благодарность генералу Працу и генералу Пиночету. А вот дальше началось самое интересное. Вообще, надо сказать, что у Альянда у него было довольно сложное положение. Дело в том, что он стал президентом благодаря не только победе на выборах, он, скажем так, выбор, он выиграл не совсем. Он стал президентом в результате довольно сложного компромисса. То есть, голосов набрал много, но недостаточно. Стал президентом в результате довольно сложного компромисса с чилийским парламентом, в котором верховодили правые, а, соответственно, Пиночет, народное единство, был левым. И в тот момент, в результате экономических экспериментов, которые проводились в Чили... Кстати, что бы там ни говорил Пиночет, их нельзя было... И Альянда тоже, да. И Пиночет и Альянда, их нельзя было назвать строительством социализма. Нет, это была именно такая попытка, с одной стороны, сохранить рынок, с другой стороны, управлять этим рынком методами такой директивной экономики. В основном идея которой была такая, что давайте мы расширим кредитное предложение, давайте мы будем, ну, навыки, как назовем это, печатать деньги, а при этом запретим повышать цены. Ну, примерно так. В этой ситуации, раз денег у нас много, а цены мы не повышаем, у предприятий будет мотивация наращивать выпуск продукции, чтобы больше заработать. И поначалу так сработало, потом предприятия поняли, что раз цены повышать нельзя, и нет сигналов, как бы они не получают о том, есть спрос на продукцию или нет, то проще свернуть выпуск, посмотреть, на что будет дефицит, на что будет большой спрос. И, соответственно, в Чили резко упало производство, дефицит действительно образовался дефицит. Ну, это такой экономический экскурс, но нас это интересует другое. А нас интересует, что через два месяца после мятежа танкистов, в августе 73-го года, Пиночет пришел к Альенде и сказал, что так и так, что-то генерал Прац плохо поддерживал нас. Что-то вот он как-то так был, слабоват, не держит он армию. Разговоры в армии нехорошие, и там, соответственно, что-то правительство не любит, да. Альенда сказал ему что-то, Родина, ну а ты как? А ты что? Он говорит, да все класс, все отлично, я-то за, я-то за, я-то поддержу. И Альенда смещает генерала Праца, человека, которому, кстати, безусловно верного, а и назначает командующему армии, назначает Пиночет. И все знают, что случилось потом 11 сентября. Генерал Пиночет только уже более, так сказать, скоординированно и более, там, более скоординированно, более, более грамотно, как бы это ни звучало, организуют свой, да, кровавый, да, абсолютно неконституционный, организуют свой переворот. Утром построили, значит, в основном построили войска. Около казаром офицеры обратились, что с заявлением, что сегодня армия будет наводить порядок в стране, кто, кстати, никто не хочет, может выходить из строя. Нам нужны только те, кто готов пойти с нами. Кстати, желающие нашлись выйти из строя, и более-менее, что они в каком участии в этих событиях не приняли, ну, остальные пошли, пошли на что? Президентского дворца, и, кстати, что характерно, генералы через карли пошли штурмовать вот Ла-Манеду вместе со своими солдатами. То есть, ну, кроме Пиночета, вот он с автомата вниз шел, уже старый был, а немолодой. А остальные генералы пошли вместе с солдатами, ну, для того, чтобы никто не собирался ничего открутиться, да, пойдем до конца. И в результате президент Альенда был свернут, и в Чили установился авторитарный, кровавый, очень жесткий режим, который продержался следующие 15 лет до конца 80-х годов. О чем эта история? Эта история о том, она лучше всего описывается пословицей «На подмогу от собак волка не зови». Пытаясь решить проблему с недовольными полковниками, президент Альенда обратился к генералам, которые его очень быстро от него отделались. И что еще интересно? Естественно, на следующий день после переворота полковник Супер и его офицеры вышли на свободу. Они, кстати, отметились участием в кровавых репрессиях, которые начались в первые дни пиночатского переворота. А потом пиночат спросили, а вот, как говорится, ну, как же так? Вы же реально подавили этот мятеж танкистов. Вы же реально вот выступили тогда, от имени армии выступили в поддержку Альенда и вышли с войсками и заставили этого полковника Супера сдаться. Как-то. На что пиночат сказал? А это была тренировка. А это была тренировка. А это благодаря вот этому мятежу Танкетоса, то, как его называли, мы узнали, на кого Альенда может опираться, на какие у него есть верные ему части, как он будет сам реагировать. Кстати, они знали, что Альенда – это не тот человек, который уйдет из президента дворца, что он будет держаться за власть и сражаться за власть до последнего, надо дать должное Альенда. Действительно погиб с автоматом в руках, защищая свое президентское кресло, это правда. И, соответственно, вот мы сделали все необходимые выводы. И заодно еще об уровне поддержки президента. О Чилийском. Вообще вот здесь интересная история о том, почему, опять же, в одном случае переворот удался, в другом случае нет. Есть любопытная книга, называется она «Экономические источники диктатуры и демократии». Ее написали экономисты Аджминоглу и Робинсон, вот те самые, которые, почему одни нации богатые, а другие бедные. И у них есть там очень любопытные следы построены, в которых они объясняют, почему, в какой ситуации они могут, почему может состояться переворот. И что там любопытно у них. Ключевой момент, которым настаивают Аджминоглу и Робинсон, это момент, что за переворотом, за любым переворотом всегда стоят элиты. Всегда стоят элиты, которые преследуют свои цели. Эти цели могут совпадать с целями народа, а могут и не совпадать. И, как правило, это касается размеров перераспределения, размеров налогооблад. Базов в их модели так, что элиты – это не просто нехорошие люди, это вот в русском языке слово «элита» имеет позитивную такую коннотацию. В мировой политологии элита никакой позитивной коннотации не несет. Элита – это просто группа людей, устойчиво накапливающая богатство на протяжении длительного времени. Вот и все. Это просто долго богатые люди, можно так их назвать. И вот эти долго богатые люди в условиях демократического общества, они вынуждены идти на перераспределение в пользу народа. То есть большая часть национального продукта перераспределяется, назовем так, в пользу бедных. А Джумиаглу грубо так и пишет в своей работе, что элиты – это богатые граждане, это в среднем бедные. Элиты медианно богатые, в среднем бедные. И при устойчивой демократии объем перераспределения вот этого национального продукта в пользу бедных, в пользу людей, он высок. Он высок, и это всегда мотивирует, в принципе, элиты отказаться от перераспределения, подвести это все под себя. Но в чем здесь проблема? Если демократия уже сложилась, консолидировалась, как объясняет Джумиаглу и Робинсон, у элиты нет сил произвести вот этот военный переворот. Они и хотели бы, у них не получается. Почему? А потому что армия, просто силовые структуры, они в основном все-таки комплектуются из бедных. И бедные, в общем, отдают себе отчет, что армия в данном случае это такой механизм, который, ну, вообще силовая структура, люди с ружьями, это такие структуры, которые могут держать богатых уздел. То есть просто приказать солдатам идти свергать правительство в пользу элиты, а солдат спросят, а в пользу чего? А с какой стати? А что мы от этого сильно выиграем? Нет. Тогда, ребят, ну, берите и сами это делайте. Мы-то здесь при чем? Давайте, нам-то, в общем, фиолетово. А вот если демократия не консолидирована, демократия не устоялась, то тогда, естественно, внутри появляются шансы одной группировки против другой сместить сместить нынешнюю власть в пользу с учетом того, что мы, а давайте мы теперь будем делить, теперь будем делить маленько. Это вопрос про то переворот, объясняю тоже Милогу Робинсон. Это вопрос всегда перераспределения национального дохода. То есть что мы хотим кинуть бедным и как мы будем делить между собой богатство. Кстати, любопытно, что у любимого моего Роберта Роиса Стивенсона, который никакого, естественно, там работа Милогу Робинсона не читал, он не был экономистом, он был великим писателем и глубоко, хорошо, прекрасно знал историю своей страны, есть у него такой эпизод в романе «Черная стрела». Там роман начинается с того, что убит командир лучников это большой человек, это авторитетный, очень сильный авторитетный воин, который там, ему, кстати, поручено большое дело, он начинает с того, что там, с главных героев, сэр Дэниел Брайклин, он отправляется на войну, это 15 век, это войны Алой и Белой Розы, и, кстати, сэр Дэниел, он не просто так отправляется, он нанимает людей, он нанимает солдат, на которые своих крестьян, которые живут на его землях, и отправляются, значит, он собирается присоединиться к войскам, которые сражаются за короля из династии Ланкастеров, и, соответственно, кто-то должен свой замок защищать, и вот он означает плеярда командиром, командиром над солдатами, которые будут защищать замок, большая должность. И плеярда убивают. Стрела прилетела из леса. Дэниела, такой там другой его офицер, который командует не лучниками пехоты, Беннет Хэтч, и, назовем так, начальник штаба, сэр Оливер, священник, который такой, он такой боевой священник, он умеет не только с крестом, он умеет еще и с топором и палец обращаться, вот, у которого тоже руки в крови, и они обсуждают, что случилось, кто убил, как это так. И сэр Оливер говорит вот этому Беннету Хэтчу, запомни, Беннет, бунт всегда начинается сверху. Когда Тома, Дикий, Гарри хватаются за свои альбарды, смотри, кому из лордов это выгодно. И здесь надо выяснить, кто из лордов там нанес нам такой удар. На что Хэтч ему отвечает? Простите, сэр, но, по-моему, для пункта уже не нужно ни Ланкастера в Нью-Йорк. Мы столько с вами вот такого здесь натворили в наших краях, мы столько их разорили, убили, повесили, что убьют люди отчаясь, и неудивительно, что они берут луки и стреляют. На что сэр Оливер говорит? «Заткнись, Беннет, у тебя длинный язык, не рассудай о том, чего ты не понимаешь». И действительно, потом Стивенсон это хорошо показывает, что да, конечно, во главе вот этого пункта «Чёрной стрелы» оказывается не простой человек, а оказывается тоже дворянин, разорённый, бездемельный, который потерял своё имущество в результате действий сэра Даниила, и он собирает отчаявшихся людей, которые готовы идти в бой, готовы участвовать в переворотах, которые соблаждают историю XV века. Вообще тоже интересно, почему именно армия в странах, что в Средней Веке, в Латинской Америке, что в Африке, именно армия становится таким рычагом переворота. Почему они на операционную? Тут несколько причин. И, кстати, в России, в России ведь до практически весь XVIII и начала XIX века власть – это череда военных переворотов, тоже об этом отдельно поговорим. Смотрите, происходит это потому, что в эпоху модернизации армия – это, как правило, самая образованная и самая грамотная, самая передовая часть общества. Очень часто в странах третьего мира военное училище – это вообще единственное нормальное учебное заведение, где учат математике, языкам, каким-то сложным наукам, потому что офицеры, солдаты, он обращается с довольно сложной техникой. Такой наиболее сложной историей, которая доступна в данной стране. Не говорю там про моряков, тем вообще доверяют лучшее оружие, которым обладает страна. Естественно, если вы в океане, в общем, такой достаточной дикости, безграмотности, только где, условно, только-только начинается модернизация, когда люди из архаического общества переходят к современному, когда они идут из деревень в города, когда только-только начинают осваивать новые технологии, когда сталкиваются, там падает старое общество с его архаическими представлениями о власти, начинается новое. И, естественно, здесь появляется спрос на образованных, грамотных, знающих людей, и вот тут опирается, и вот тут появляются вооруженные люди, которые чешут в голове и думают, слушайте, парни, а мы, в принципе, столько знаем. Мы умные, мы образованные, мы, во всяком случае, знаем больше, чем вот этот полуграмотный крестьянин в поле, этот гражданин-мещанин, у нас есть оружие. А что, мы не... Мы что, хуже этого короля? Ну что, наш генерал, он не может что-то объяснить нашему королю, и отсюда появляется... Или там даже своими руками, своими силами, да. Кстати, тоже характерная история, когда, и там, например, король или царь не доверяет своим людям, и он набирает наемник. Да. В принципе, у нас любят вспоминать там разных, там, турецкие там, египетские, мамилюки, египетские наемники, которые сверли египетского султана, сами стали править мамилюкский султанат. Но гораздо ближе есть история про Русь, про Российскую империю. Никогда не обращаю я внимания, что после смуты, после... Вот сначала апреля, потом смута, потом приходят сказки Романовых, и Романовы накачивают весь XVII век, Романовы накачивают вот свое войско, да, иностранными наемниками. Это не с Петра началось. Начинают, приглашают европейских наемников, приглашают офицеров, приглашают там даже просто знающих солдат, формируют армию, пытаются формировать армию по европейскому образцу, как что-то с какой-то российской спецификой. Ну, в армии-то воюют, когда хорошо, когда худо. И к концу XVIII века опять собирается вот эта вот наземная войска, и вдруг появляется император Петр, да еще царь, еще царь Петр Алексеевич, который так увлечен вот этими новыми там военными технологиями, да, формируют полки нового образца, Преображенский и Семеновский, там, увлекаются флотом и так далее. И вот вопрос, с чего бы? Вообще сейчас есть такая версия у историков, и я ее придерживаюсь, что, в принципе, вот эти все так называемые Петровские реформы, их драйверами были вот те самые иностранные наемники, которые посмотрели и сказали, ну, а что, давайте-ка мы здесь наведем порядок в этой огромной стране, наведу порядок в стране, тот, который нравится мне, как в песне, а будем, ну, да, поставим фронтменом государя, императора, который будет, в общем, дело отправить в согласие с нами. И если вы посмотрите, то весь девятнадцатый век, извините, весь восемнадцатый век Россия – это страна государственных переворотов, да, начиная с того, что сам Петр приходит к власти, в результате государственного переворота смещает свою сводную сестру царевну Софью, потом Петр постоянно ищет и разоблачает заговоры против себя, ну, заговоры, простите, уровень такого, что собственного сына, там, Петра, там, царевича Алексея казнили по обвинению в участии в заговоре против отца, да. Потом, после Петр назначает себе, принимает закон о том, что я сам назначу себе преемника, да, у него нет сына, есть дочери, вот, Екатерины Первая, там, у Екатерины такие совсем, как бы, права на престол, так себе. Вот, и после смерти Петра, которую преемника не успевает назначить, именно с опорой на армию, меньшиков, там, с гвардейскими полками назначает, делают императрицей, делают императрицей Екатерину, да. А потом и того же меньшикова, опять же, когда Екатерина умирает, люди, которые стоят вокруг нового, там, внука Петра, царя Петра Второго, они уже смещают самого меньшикова, опираясь на военную силу. И после смерти Петра Второго приглашают царевну Анну Иоанновну, значит, она дочь царя Иоанна Алексеевича, царя Фёдора, господи, дочь Иоанна Алексеевича, брата Петра. И Анна Иоанновна приезжает в Москву и тут же договаривается с гвардейскими полками, с командирами гвардейских полков, то есть реальные такой вооружённые силы, и она приехала в Москву на условиях некого соглашения и с Верховным тайным советом, который правит в стране. И всё, привет, Верховный тайный совет разогнан, Анна объявляет себя самодержавной, гвардия её поддерживает, естественно, что там не бесплатно. Дальше, следующая серия. Анна правит 10 лет, назначает себе, находит там себе преемников, делает такого, значит, там, Иоанна Антоновича, которого специально рожает его племянница, и вот царь Иоанн Антонович, там, при нём рейден Шоанна Леопольдовна, его мать, она племянница Анны Иоанновны, всё. И через некоторое время Елизавета, дочь Петра I, опять же, опираясь на гвардейскую роту, идёт, захватывает земний дворец и объявляет себя императрицей. Опять военная сила. Народ вообще не в курсе, что происходит. Цари меняют руководство. Кто привлекает на себя, к себе вооружённых людей, ну, тот и становится царём. При том, что, я напоминаю, это XVIII век. И почему так происходит? Ну, а потому что цари понимают, что против раздражённого народа есть защита солдаты. Против солдат нет защиты никак. И, опять же, опять вроде устаканилась новый царь. Император Пётр Фёдорович, да, Пётр III, приезжает в Петербург. Он, конечно, так слегка облжевает немецкий принцип от того, что он видит. И он не находит общего языка со своими генералами. И в результате генералы очень быстро договариваются с его женой. И мы получаем Екатерину Алексеевну, Екатерину Великую, да, Екатерину Вторую. Ну, а с Петром всё получается плохо. Хотя у него были там свои вооружённые силы, они его не смогли поддержать. Пять продолжений. Павел I, который знает о том, что произошло с его отцом. И он строит прямо вот крепость в центре Петербурга, Михайловский замок, в котором он сидит, который постоянно окружён с солдатами. И с командиром там охраны, командиром шефа Семеновского полка гвардейского. Он стал собственного сына Александра I. Ну, куда уже? Ну, как ещё защититься? И 1 марта 1801 года в его спальню вламываются те самые солдаты-офицеры Семеновского полка, которым командует его сын вместе с генералами. И Павел, кстати, не сомневается, что сын участник заговора. Ну, Александр стоял там за дверью. Всё-таки отца убивать не пошёл. Ну, и кричит даже там, за что, ваше высочество? Он уверен, что перед смертью он не сомневался, что сын пришёл убивать. Вместе с доблестными гвардейцами. Ещё один переворот. И 1825 год, восстание декабристов. Это тоже попытка военного переворота, которая провалилась только потому, что Николай I смог привлечь на свою сторону часть. Одних генералов и офицеров поставил против других. И исход борьбы за престол в 1825 году решился, опять же, в вооружённом противостоянии двух частей Российской гвардии. При том, что Николай I считал это именно сражением и приказал записать в свой формуляр послужной, что вот он 14 декабря 1825 года участвовал в защите за отцом. И на этом основании, что вот он как участник вот этого сражения, и через 25 лет, там, да, за 25 лет службы получил, значит, наградил себя, был... И получил право на ордену Георгия Четвертой степени, так как служивший 25 лет и участвовавший в хотя бы одном бою довольно. Николай I считал, что в этом бою он участвовал. Это было право. Вот таким образом вот эта история этих переворотов в разных странах подсказывает, что в архаичной, что вот такие вот решения, вопросы о власти вооружённой силой, это решение происходит в архаичном обществе. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, что можно поддержать канал «Ищем выход» с помощью ваших пожертвований. Нам важна даже небольшая сумма. Не забывайте подписываться на канал «Ищем выход», делиться этими историями. Это программа «Зеньги и Песец», и после короткого перерыва я продолжу свой рассказ об истории переворотов. Здравствуйте. Я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузакметовым «Всё так плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней. Поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам именно тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире. Потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо. Так же, как и за вашу поддержку. Потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. Спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty. Можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир. Продолжаем историю о разнообразных переворотах. Напоминаю, что я рассказываю об этом в день 50-летия неудавшегося. Переворот танкистов в Чили в июне 75-го года, который стал прологом к перевороту уже более удавшемуся. И здесь, возвращаясь к роли армии вот этих модернизирующихся общества, историков и политологов тоже интересовало. Почему до какого-то момента один переворот следует за другим, и армия играет большую роль. А потом вдруг постепенно начинается, уже армия знает свое место и не выступает против власти. И вот интересная история. И сходится на том, что перевороты удаются тогда, когда армия выступает, что называется, модернизационной силой. То есть, когда общество идет вперед, и армия в какой-то момент опережает общество, и офицеры, генералы считают, что да, они носители какой-то позитивной идеи, и они лучше справятся с управлением страной, чем те, кто им противостоит. Но в какой-то момент общество начинает переврать армию. То есть, в развитом обществе военная карьера одна из карьеров. Важная, хорошая, но не главная и не самая лучшая. То есть, самые вот солевки к солевке, они в армию уже не идут. Ну, где-то какая-то часть. Но в целом отношения общества меняются. Да, армия – страж внешних границ, армия – это важный институт общества, но нельзя сказать, что генералы сильно умнее тех, кто принимает какие-то политические решения. Действительно, бывает так, что, как тот же пример в Латинской Америке, там генералы просто были более образованными, чем президенты. Потому что я очень люблю этот кейс с президентом Гомесом, который правил Ванусуэллы 30 лет. Он стал прототипом знаменитого романа Маркеса «Осень патриарха». И, соответственно, он едва умел писать и читать. Он был пастухой, начинал свою карьеру пастухом, а потом был палачом. Он был командиром эскадрона смерти у другого президента, который воевал за властью. Были большие малые банды землевладельцев, которые боролись за власть. И тот, кто побеждал, тот ходил в Каракс, в столицу устраивал выборы. А ему в итоге во время переворота противостояли образованные люди, которые хотя бы знали математику в объёме высшей школы. Такая история. Но там, где архаика, там побеждает переворот. Интересно, что есть такой роман, который называется «Семь дней в мае» о попытке военного переворота в Штатах в 60-е годы. Это такой фантастический детектив, в котором действует переворот, пытается организовать командующий военно-воздушными силами генерал Скотт. Он герой Второй мировой войны, он бесстрашный лётчик, он любим своими подчинёнными, и он действительно искренне хочет, показано в романе, что исход одержим от этой истории с холодной войной, он считает, что нужно противостоять советам, коммунистам, с этим, что нынешний президент слишком много уступает Советскому Союзу, что переговоры с СССР, переговоры с СССР не надо, он действует с позицией силы. Америка сильна, и Скотт пытается организовать военный переворот. И для него оказывается шоком, когда у него такая кульминационная сцена, он обращается к своим товарищам, боевым генералам, и они ему отказывают в поддержке. И они ему говорят, что мы не спорим в этом, мы уважаем твоё прошлое, мы уважаем твои награды, мы не сомневаемся, что ты хочешь. Но не пойдёт за тобой. Если ты хочешь стать президентом, если бы ты хотел стать президентом, что тебе мешает выиграть выборы? Если ты считаешь, что наш президент тряпка, если ты считаешь, что ты лучше знаешь, что нужно Соединённым Штатам, уходи в отставку, тебя знает вся страна, ты народный герой, уж там обратись к людям, выдвиньись к кандидатам, выиграй выборы. Почему ты не можешь этого сделать? Скотт говорит, ну вот я как-то так. Нет, не могу я выиграть выборы, потому что тебе нечего людям сказать. Потому что тебе нечего сказать людям, кроме того, что давайте воевать в Советском Союзе. Знаешь, это не та программа. И они отказывают ему в поддержке. Вообще интересно, в чём проблема любого захвата власти. В том, что люди, захватившие власть, всегда стоит вопрос, а как они будут передавать её дальше? С чем это? Это очень интересный такой тейк, который, например, связан с историей Наполеона. Наполеон стал вообще императором в результате военного переворота. Причём тоже самое. Наполеон сначала в интересах директории французского правительства, он подавил восстание, а после этого, в общем, сказал директории, что теперь уступите власть мне. А кто вы такие? Я подавил, я начальник, я хозяин, и что вы можете сделать? И ещё директория пришлась уступить. И Наполеон становится и Наполеон становится императором. И дальше следует череда войн. Наполеон воюет со всей Европой, воюет, когда успешно, когда плохо. В принципе, он потерпел только два таких серьёзных поражения. Это под Лейпцигом и под Ивитерлоу. Ну, ещё поход в Россию был неудачным, хотя, ну, хорошо, ушёл. Наполеон сам так не считал. Он нанёс России серьёзные потери, взял Москву, да, был вынужден уйти, но не добился политической цели этого похода. Но в 1813 году он вёл войну в Европе вполне успешно. В Европе у него крупнейшая армия. И, в принципе, продолжает контролировать огромные пространства. И в конце 1813 года союзники, русский император, не прусский король, австрийский император и английское правительство, они решают, что ну всё, ну не победит Наполеона, давайте сделаем ему предложение мира, давайте продолжим договориться. И Наполеону они делают предложение, от которого очень трудно отказаться. Они предлагают ему, что за ним признаётся императорский титул. Северная граница Франции проходит по Рейну. То есть, Франция отходит весь левый берег Рейна и Фландрия, Бельгия. Сидят в королевстве обеих Сицилий, то есть, Южной Италии, сидит его славник Мюрат. В Швеции наполеоновский маршал Бернадолт. Ну, там, об Испании мы поговорим, потом будут бурбоны или, опять же, родственник Наполеона. Но единственное условие, которое выдвигается, что Наполеон не будет вмешиваться в дела немецких государств. Ну, кого там они, как они между собой будут разбираться, так и будут разбираться. В общем, это условия, которых Франция никогда не имела. То есть, это колоссальное расширение территории, это признание ее империи. Ну, все, казалось бы. И нужно только заключить мир. И Наполеон отказывается. Это декабрь 1813 года. Наполеон отказывается, и Наполеон говорит князю Меттерниху, который, он этот австрийскому дипломату, который привез эти условия мира ему. Он говорит, князь, я не могу на это пойти. Ну, почему, Ваше Величество? Он говорит, потому, что ваши короли, они рождаются на троне. И даже потерпев поражение, они возвращаются в свои столицы и продолжают править, как ни в чем не бывало. Почему? Ну, потому, что они дети предыдущего короля. Он говорит, а я никто. И я должен для того, чтобы сохранить власть, я должен постоянно предъявлять, появляться перед людьми в ореоле новых и новых побед. Я должен воевать до конца, потому что, ну, иначе невозможно, иначе меня не признают. И всегда вопрос, когда человек занимает высшее красное строение, в силу чего? И в чем проблема? Если он, условно говоря, сын короля, ну, вот так договорились, да, ну, вот как там, принц Чарльз, ныне король Карл, почему он король Англии, ну, соединенного королевства Великобритании, Северной Англии, ну, потому, что он с Ильей Елизаветы. Так договорились, этого никто не может, это объективный показатель. И то же самое, почему там президент, президент Байден сидит в Белом доме, а потому, что за него проголосовали. Ну, вот, набрал голоса, это объективный показатель. Вот столько-то голосов за него проголосовало, ну, все. А вот он, а вот показатель, он самый крутой, он самый сильный, он самый, там, замечательный, он самый храбрый, это не объективные показатели. И когда человек захватывает власть в результате переворота, все понимают, что все его право, это только, держится только на том, что, ну, ну, да, вот в этот конкретный момент времени он передавил своих противников, он в этой драке, как выражался Черчилль, в драке бульдогов под ковром, он оказался самым сильным бульдогом. В этот момент. А что будет потом сказать, вообще никто не может, потому что никаких объективных механизмов передачи власти нет, да, будет просто разборка между более сильными бульдогами, да. Вот это интересная история, и еще опора исключительно на силовую составляющую передачи власти, она приводит к тому, что если по какой-то причине вот эта силовая подпорка из патрона уходит, власть падает моментально, ну, Господи, и как Николай II, да. В свое время Герц, человек как бы мудрый, сказал хорошую фразу, первый же полковник, который вместо того, чтобы стрелять в оставших крестьян, присоединиться к ним и ссягет на трон Романовых. И, в общем-то, так и получилось. Потому что монархия в феврале 17-го года пала в результате солдатского бунта, когда в какой-то момент солдаты Петроградского гранезона отказались стрелять в народ. Ну, потому что... Почему? А потому что Николай II им ничего не мог предложить, кроме отправки на фронт. То есть, люди прекрасно понимали, что если они сейчас помогают победить ему Государственную Думу, победить недовольное население, то а что может царь им предложить? Продолжение войны и отправку на фронт? Нет, ребята сказали, что-то нам это неинтересно. Мы его что-то нормальное как-нибудь в Петрограде простояли гарнизонами четыре года, там, три с половиной, еще постоим, ничего страшного. А туда в окопы в окопы там под Ригу нам совершенно не хочется. И первое, кстати, что было принято сразу после вот этого солдатского бунта февраля 17-го, сразу было объявлено, что все участники этого перевода солдатского, никакой отправки на фронт, все-все-все-все. Гарнизон остается в Петрограде, защищает революцию, здесь тоже все важно, поэтому мы туда в окопы, в окопы мы не пойдем, нет, нет. Вот, и это тоже важная история. О чем еще хотелось бы рассказать? Значит, был, я очень люблю такого замечательного и писателя, историка, просто гениального человека, Франческо Гвичардиньо. это 15-16 век, Италия, Флоренция, политические дети Флоренции, современник Маккиавелли. Маккиавелли у нас хорошо знают, а Гвичардиньи знают намного меньше. И вот у Гвичардиньи у него есть совершенно замечательные записки о политических делах, и там есть оттуда там нашел совершенно такие чудные цитаты, где он, напоминаю, что все-таки 16 век, поэтому он так образно выражается. Гвичардиньи писал следующее. Не добивайтесь перемен, если при этом меняются непорядки, которые тебе не нравятся, а одни только люди. Такие перемены не дают удовлетворения. Например, какой прок в том, чтобы устранить мессера де Поппи, если его место займет мессер до Санта Миниата, человек того же положения. Хуже всех, продолжает сумма Сергеич Гвичардиньи, знает своих слуг хозяин, и в такой же мере не знает начальник подчиненных. Тем не те, что перед другим, наоборот, они стараются показаться ему совсем другим, чем они есть. Кто общается с сильными мира, пусть не льстит себе ласковыми словами и поверхностными любезностями, которыми они обычно пользуются, чтобы вертеть людьми как угодно и кружить им головы своим благоволением. Чем труднее от этого защититься, тем больше ты должен взять себя в руки, твердо владеть своей головой и не поддаваться легкомысленно. Думайте всегда не столько о том, как должны были бы по разуму поступать люди, с которыми нам надо вести переговоры, сколько о том, как они вероятно поступят, имея в виду их природу и обучеем. Морите Бога, чтобы вы всегда были в лагере победителей, потому что тогда вас восхваляли за делами вы никакого участия не принимали, а на области бесконечные множества дел, в которых он менее всего виновен. Во Флоренции по ничтожеству людей почти всегда бывает так, что если кто-нибудь учинит всенародно какое-нибудь бесчинство с насилием, его не карают, а на перерыв стараются обеспечить ему безнаказанность, лишь бы он сложил оружие и не начинал снова. Этими способами нельзя назказать зазнавшихся городецов, но можно сделать рывов из ягнят. Дела, затеянные вовремя, удаются легко пасти сами собой, а те же дела, затеянные до времени, не только не удаются, но при этом часто затрудняется их осуществление, когда приходит настоящий момент. Поэтому не гонитесь за ними так или ино, не торопитесь, выжидайте, пока дело созреет и ему настанет срок. Вот я напоминаю, что это Гвич Родини писал на рубеже XVI века. И вы можете оценить, насколько вот эти мысли актуальны и сейчас. Что хотел бы я еще добавить к нашей истории? Обратите внимание, как себя странно повела экономика в ответ на события, свидетелями которых мы были совсем недавно. Это сначала первая реакция, это такой резкий рост курса доллара, курса продаж, который мы видели. Такой панический спрос на доллары и такую же резкую реакцию его повышения цены. Потом такое же резкое падение назад, откат в ближайшие дни. сейчас мы опять видим на наших глазах вот вчера происходит опять рост курса доллара, который повышается и колебания биржей. О чем это говорит? Дело в том, что у всех шоковых явлений у них есть краткосрочные и долгосрочные последствия. Это вот как человек получает тяжелый удар на ринге, пропускает удар на ринге, он, боксер, упал, встал, но последствия сотрясения мозга, которые он может получить, скажутся не сразу. Так же и экономика. Вот упало, встало быстро, эти реакции, но посредствия шока они могут быть достаточно длительными. Ну, что касается валют, это довольно наглядный пример, потому что естественно банки, владельцы валюты, они убедились в том, что любой шок это повод для спроса на валюту. Если мы ожидаем, что этих шоков будет все больше и на них будут такие же резкие реакции, то соответственно у банков появляется мотивация предлагать их держать валюту, предлагать по более высоким ценам, учитывать, что могут произойти вот эти неприятности. Поэтому, а когда экономика, когда экономические агенты ожидают, что неприятностей будет много, и что самое главное, нет механизмов разрешения этих неприятностей, этих проблем, кроме как целовых, то они естественно будут стараться побольше накопить, подороже продать, поменьше вложить, потому что какие могут быть инвестиции, и когда у вас происходит, когда вопросы решаются исключительно силой, придут и отберут, и понятно, что хорошо, допустим, ты будешь собирать, держать, накапливать собственные вооруженные силы, которые тебя будут защищать, это затратно, эти издержки, они всегда будут на продукцию свою, поэтому история о том, что когда мы можем регулировать передачу власти решения вопросов о собственности исключительно силы, это означает мотивацию людей к тому, чтобы этой собственности было как можно меньше. О чем еще хотелось бы рассказать в завершении этой истории? Наверное, о том, что развитие и накопление богатства происходит там, где ценой серьезных потерь, где ценой серьезных переворотов, те же самые элиты пришли к выводу, что нужно делиться, что нужно делиться, и тогда будет, и тогда риски от неужинных потерь будут значительно ниже. как говорил Александр Сергеевич Пушкин, склонитесь горлой главой под сень надежного закона, и станет вечной стратой трона, народов, вольность и покой. на этой оптимистической ноте я заканчиваю, и напоминаю, что канал «Ищем выход» чрезвычайно нуждается в вашей доброжелательной поддержке, которую вы можете ему оказать. Подписывайтесь, делитесь вашим мнением, присылайте вопросы. С вами была передача «Деньги и писец». Будем надеяться, что он никогда к вашим деньгам не подкрадется. Спасибо.